И продолжаю, и учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Тут уж фарисеи, услышав, что он привел садуке в молчание, то есть противоположная партия посрамлена, теперь, видите, они вроде бы должны радоваться, но с другой стороны, радость радостью, но цели у садуке и фарисея в данном смысле общие. Каким-то образом уловить Иисуса, фарисеи, услышав, что он привел садуке в молчание, собрались вместе. И один из них законник, искушая его, спросил, говоря. Кстати, слово законник есть в одном месте, когда Павел говорит, есть Зина, законник, в том контексте имеется в виду адвокат. Вот здесь один из них законник, скорее всего, имеется в виду тоже занятой профессиональной деятельностью, хотя, как бы, по-русски звучит двусмысленно, один из них законник, фарисеи все были законниками, по определению. Один из них законник, искушая его, спросил, говоря, учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. И вот первая заповедь, это знаменитая еврейская заповедь, или еврейский символ веры. Шма Исраил, адонай, лейну, адонай, хад, втайт, адонай, лейха, вахоли, вахол, вахол, навсиха, вахол, навсиха, вахол, наводеха. Молитва Шма, которую читает ежедневно по нескольку раз все израильтяне, или все религиозные, или верующие евреи. И он читает и, естественно, приводит из второзакония, шестой главы. И он говорит, сия есть первая и наибольшая, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Ну вот, одно из, как мне кажется, неправильных порочных подходов в современном христианском богословии утверждает, что вот Иисус сказал, что это надо вместо всех заповедей, хотя бессмысленно, на самом деле, утверждение, квинтэссенция всех заповедей, безусловно, это, а вот сказать, что она заменяет все остальные, нельзя. Это точно так же, как представьте себе, вы женились или вышли замуж, и говорите, какая наибольшая и наивысшая заповедь в супружестве, это значит заповедь любить своего супруга или супругу. Если при этом вы скажете заповедь воспитывать детей, заповедь варить борщ, или заповедь со стороны супруга кормить семью отменена, единственная заповедь, которая есть, это заповедь любить супругу, то вы, наверное, не понимаете, что значит любить. И здесь абсолютно та же самая ситуация. Абсолютно, кстати, точно так же говорил и Елель, точно так же научили большинство раввинов, когда они сводили все заповеди, это не новость в Пророке и в Танахе, в Писании и в Пророках, к этим двум заповедям, однако эти две заповеди, это как бы корона, квинтэссенция, наивысшее выражение всего того, мотивировочная часть, если хотите, для выполнения всех заповедей, однако, безусловно, нигде Иисус не говорит, и тем более здесь, Он не говорит, что эти две заповеди вместо тех. Кстати, в том месте, когда Он говорит заповедь новую, даю вам любить так, Он не дает новую заповедь, что надо любить, заповедь любить, вот она тут есть, Он дает заповедь любить так, как Он любит, вот Его объяснение любви, что такое любовь, это действительно новая заповедь. Итак, на всех двух заповедях утверждается весь закон и Пророки, и ответ Иисуса в данном случае, это классический иудейский ответ, он ничем, то есть абсолютно ничем не отличается от классического фарисейского ответа, который ему дует фарисеи, которые на самом деле хотят от него, вот именно от него слышат, что он наш, типа не ваш саддукейский, а наш. Вот, например, сборник Мендрашей Петрон Тора, или понимание Торы, или разрешение Торы. Все заповеди Торы коренятся в двух стихах. Это не Новый Завет я вам читаю, это я вам читаю, то, что говорит по этому поводу иудейская, если хотите, раввинистическая мудрость. Все заповеди Торы коренятся в двух стихах. Первый – возлюби Господа Бога своего, и второй – возлюби ближнего своего. Это раввинистическое утверждение. Я не вижу никакой разницы между тем, что говорит Иисус, и что говорится здесь. Причем, естественно, что раввины не утверждали, что потому что эти есть две заповеди, надо отменить все остальные. Ибо, продолжает этот же отрывок, 248 повелевающих заповедей, согласно распространенному мнению, в 613 заповедях, которые Господь Бог дал Моисею, есть 248 заповедей повелевающих и 357 заповедей запрещающих. Все вместе 613 заповедей. Ибо 248 повелевающих заповедей, то есть заповедей повелевающих делать то или иное действие, например, строить кущи или есть опресноки в ночь Пасхи, связаны со стихом «Возлюби Бога своего». И всякий любящий Бога будет соблюдать их. И 365 запрещений связаны с заповедями запрещающие действия. Как то заповедь «Не кради, не убей, не прелюбодействуй» и любящий ближнего своего исполняет все эти заповеди. То есть раввины совершенно нормально и фарисеи абсолютно удовлетворены всем тем, что Иисус здесь говорит. У них нету никаких видимых противоречий. Медраж Берешит Раба 24,7 говорит следующее. «Возлюби ближнего, как самого себя». Раби Акива говорит, что это общий принцип Торы. Раби Акива, второй век, начало второго века нашей эры, то есть спустя сто лет после жизни Иисуса. Раби Акива говорит, что это общий принцип Торы. «Чтобы не сказал ты, если я опозорен, пусть будет опозорен и ближний вместе со мной. Если я попал под проклятие, пусть попадет и проклятие ближний мой». Раби Танхума сказал, если ты рассуждаешь таким образом, помни, кого ты позоришь того, по чему образу сотворен твой ближний. Еще одно, другие ответы на этот вопрос. Так, например, Раби Бар Капа, Капа обозначает искупление, говорит. «Сказал Раби Бар Капара, какой есть короткий стих в Писании, на котором зиждутся все буквы Торы?» Он говорит, «Во всех путях познавай волю Его, и Он выпрямит стези твои». Это один из вариантов ответа, который был тоже в те времена. Я еще раз хочу подчеркнуть, были различные представления. Иисус дает одно из них, которое полностью соответствует тому, что говорила большая часть раввинов Его времени и после него, даже сто лет спустя. Или, например, еще одно мнение. «Говори все общине сынов Израилев, скажи, святы будьте, ибо свят я Господь Бог ваш». Маленький стих, на котором зиждутся все буквы Торы. «Ибо если вы освятите себя, говорит Господь, я посчитаю, что вы этим освятили меня, несмотря на то, что я свят, когда вы меня освящаете или не освящаете». Вот еще одно мнение. То есть, главный стих Торы – это «будьте святы, ибо я свят». Что мы видим? Мы видим плюрализм мнений, который существовал среди раввинов в того времени. Иисус придерживается одного из них. Кстати, того же самого мнения, то удерживалось подавляющее большинство раввинов. Когда же собрались фарисеи? Мы читаем дальше Матфея 22, 41-46. То есть, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе, чей он сын? Обратите внимание, он не спрашивает о себе. Это он знает, что он Христос? Они не знают. Поэтому, говорит, что вы думаете о Мессии? Чей он на самом деле сын? Они говорят ему «Давидов», потому что мы встречались с вами с женщиной, храньянкой, знакомой с рейской традицией. Или в других случаях «Помилуй Господи, сын Давидов». Это титул Мессии. Чей он сын? Говорят ему «Давидов». Говорит им «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда, говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, одесну и меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Были различные мнения по этому поводу, 110-й Псалом, который цитирует Иисус, традиционно толковался об Аврааме, или традиционно толковался о Давиде. Были различные мнения. Иисус как бы подводит их к тому, что сказал Господь Господу моего. Вместе с тем, мессианский смысл этого стиха не был скрыт от современников Иисуса. И подобное толкование, то есть мессианское толкование, не только Авраам, не только Давид, но и мессианское толкование, то есть тот, кто садит по правую руку Господа Бога, тоже сохранилось в традиции. Я прочитаю из Медраша Тейлим 2.9. «Расскажу о решении. Господь сказал мне, сын мой ты, сегодня я родил тебя». Рассказывается об этом в Торе, рассказывается об этом у пророков, рассказывается об этом в Писании. В Торе, где об этом рассказывается? Это, наверное, уже понимаете, вот так вот строятся монологи очень часто в Медрашах и в Толмуде. Где делается утверждение, а потом говорится, а где об этом рассказывается? «Сын мой, первенец мой, Израиль». Книга Исход, 4 глава. В пророках где об этом написано? «Вот преуспевать будет раб мой, поднимется и вознесется и возвысится чрезвычайно». Это начало знаменитого отрывка из Исаии 52.13 до Исаии 53.12. И написано до этого. «Вот раб мой, которого поддерживаю я, избранник мой, которого желает душа моя, возложил я на него дух мой, принесет он народам закон». Там же у Исаии 42 главе. А где написано об этом в Писаниях? То есть, как бы есть последовательное. И продолжается и говорится, как же. Вот написано «Псалом Давида, слово Господа, Господину моему» или «Сказал Господь Господу моему». Это достаточно вольный перевод «Сказал Господь Господу моему», потому что слово «Господин» и слово «Господь» на иврите это одно и то же слово. Ну, скажем, как и на греческом языке слово «куриос» обозначает и «Господь», и «Господин». Исходное существовало и в латинском языке. Это были исходные понятия. Поэтому переводы, когда сказал Господь Господу, он немножко притянут, хотя отражает суть, но чтобы нам было сразу понятно, что речь идет о Мессии. То есть, даже в текст переводчики вкладывают уже свои толкования. Хотя, еще раз хочу сказать, вполне легитимное толкование. И вот мы приводим одно из них. «А также, расскажу о решении, Господь сказал мне, сын мой, ты сегодня, сын мой ты, сегодня я родил тебя. А также, видел я в ночных видениях, вот вместе с облаками небесными, будто человек пришел и дошел до старца и подвел его к нему». Знаменитое место из книги пророки Данииля, 7 главе. «Сказал раб Иодан, все слова эти о пребывании на лоне царя царей и сказаны о царе Мессии». И почему так? Потому что занят он Торой или он занят Писанием, а другие слова «сын мой» не сказано «сын мне», но «сын мой», как раб, хозяин которого хочет его похвалить и называет его сыном. Раб Иудан говорит, все страдания в истории разделены на три части. Одну часть взяли на себя праотцы и все поколения, вторую часть перенесло поколение уничтожения в эпоху Мишны, то есть мы знаем, это было время выживания еврейского народа, очень тяжелых преследований в земле Израиля, тем более после того, как Адриан захватил врач, часть огромная была уведена в плен во времена Тита, когда был разрушен Иерусалим, и другая часть, практически миллион людей, первое и второе изгнание 70-го и 135-го года, Иерусалим практически перестал существовать, это период называется периодом Мишны, и он говорит, третья часть выпадет на долю Мессии. И когда приходит его время, видит Всевышний, что невозможно ему вынести все эти страдания, мы говорили с вами в литературе чертогов, 8 лет, но цифры не имеют значения, вынести все эти страдания, посему говорит, вот я создам его новым творением, ты сын мой, я ныне родил тебя, это момент его сотворения. И здесь Ешуа намекает фарисея на особые отношения, которые есть у Машеха или у Мессии и Всевышнего, вследствие которых, хотя Мессия и является сыном Давида, его статус, его духовное назначение намного выше, что и собственно объясняет факт, тот Давид называет его господином, он в отношениях сыновства, самым Всевышним, он его особенное творение. Мы не будем здесь разбирать, что значит творение, что значит ныне родил тебя, есть определенный термин. Суть не в этом. Суть в том, что Иисус, как бы говоря или комментируя еврейский псалом, или псалом Давида 150, говорит, что он непосредственно указывает на Христа, отвечая на вопрос, как ты думаешь, чьим сыном является Мессия. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok